МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самыми популярными и известными на весь мир городами Республики Узбекистан являются Самарканд, Бухара и Хива. И хотя целый ряд архитектурных объектов Самарканда и Бухары внесен в список объектов мирового наследия ЮНЕСКО, лишь Хива включена в него не отдельными строениями, а целым районом. Целью новой экспедиции путешественника и исследователя Сейда Тулягянова стало изучение Хорезамской области Узбекистана, которая много веков была частью Хивинского ханства и древнего Хорезма с собственной самобытной историей, особенностями и столицей. Саид Тулягянов. Путешественник и исследователь из Ташкента. Много лет являющийся членом русского географического общества и путешествующий по миру. Постоянно открывая для себя новые интересные места в разных странах мира, Саид снимает дневники тревел-проекта «Дух приключений», в которых рассказывает и показывает, как много красивых и необычных мест существует на нашей планете и доказывает, что яркие путешествия не требуют больших денег. Общение с местными жителями, коллегами-путешественниками, книги, карты, снимки со спутников и специальные приложения помогают Саиду находить и исследовать необыкновенные места по всему миру и своим примером призывать людей путешествовать. Своё новое путешествие исследователь и путешественник Саид Тулягянов традиционно начал в штабе «Духа приключений» в хостеле Жюль Верн. Подготовка к экспедиции заняла много недель, и дело было не только в закупке экипировки, разработке маршрута, изучении истории и географии. Планируемая экспедиция требовала отменной технической готовности, ведь предстояло преодолеть более трёх тысяч километров на автомобиле. Каждая моя экспедиция на самом деле требует присутствия целой съёмочной команды. И для удобства и максимально глубокого изучения самого далёкого от Ташкента региона страны я отправлюсь туда своим ходом на автомобиле. Расстояние от Ташкента до Хивы составляет около 1100 километров, и для опытной команды исследователей должно было хватить и одного дня, чтобы преодолеть этот путь. Тем более, что он проходил через целый ряд интересных городов страны, таких как Джизак, Самарканд, Наваи, Бухара и Ургенч. Раньше я ещё никогда не ездил так далеко своим ходом. Но профессионализм растёт, и наконец-то я решился на настоящую автомобильную экспедицию до Хорезомской области Узбекистана, а затем в Каркал-Пакстан. В этих регионах Узбекистана находится множество необычных объектов, знакомство с которыми позволит лучше узнать и понять историю нашей страны. Финальной целью экспедиции Саид решил сделать побережье западного Аральского озера, оставшегося на месте высохшего Аральского моря. И учитывая полное отсутствие дорог после селения Муйнак, экспедиция обещала быть очень сложной и экстремальной. Это будет очень длинная экспедиция, в первой части которой мы исследуем крепости древнего Хорезма. И один из самых красивых и необыкновенных городов Узбекистана – Хиву. Когда я попал туда в первый раз, я просто влюбился в этот город. И теперь вот уже много лет стараюсь каждый год туда возвращаться. Во второй части экспедиции Саид решил исследовать течение реки Амударя, побывать в селении Муйнак и, добравшись до побережья западного Аральского озера, осуществить плавание по оставшейся части Аральского моря. В таком путешествии важна каждая деталь. И я надеюсь, что я предусмотрел все. И нам повезет с погодой, не будет проблем с машиной, и будет достаточно воды, еды, будет ночлег и, конечно же, топлива. Ранним утром, погрузившись в экспедиционный автомобиль, команда Духа Приключений отправилась из Ташкента в сторону Хивы. Но до приезда в город Саид решил побывать в руинах крепостей древнего Хорезма. Каждую неделю я получаю много писем и сообщений от зрителей. И меня часто спрашивают, когда будет эпизод Духа Приключений про Хиву. А я стабильно отвечаю, что я еще к этому не готов. Ведь эпизод про Хиву должен быть особенным. 800 лет назад даже Ташкент был частью растянувшегося на огромной территории древнего Хорезма. И тот факт, что Хорезм просуществовал два тысячелетия и исчез в 20 веке, требовал повышенного внимания и изучения. Так что первым пунктом Саид отправился в древнее городище Гульдурсун. Многие слышали, что в 19 веке существовало государство Хорезм. А его столицей был город Хива. Но вот о том, почему оно исчезло и когда, известно не так многим. Хива более трех веков была столицей одноименного ханства. Но руины древних крепостей рассказывали совсем другую историю, которой не сотни, а тысячи лет. Поднявшись на стену древнего города, Саид увидел руины оборонительных сооружений и башен, защищавших город от кочевников, в те времена, когда каждый город был отдельным государством. В летописях первые упоминания государства Хорезм встречаются в сохранившихся письменных источниках, относящихся к восьмому и седьмому векам до нашей эры. И какого-то точного определения, что означает слово Хорезм, нет. Есть разные версии. Так, по одной из версий Хорезм означает низкая земля. А по другой версии Хорезм означает кормящая земля. И так далее. Версий много, но что-то точно неизвестно. Но то, что само название является таким древним, уже много о чем говорит. Каждое древнее государство проходило целый ряд этапов развития. И в этом отношении история древнего Хорезма имеет очень много общего с историей Древней Греции. Тут также сначала образовалось много полисов, или городов и государств, а затем появилась сила, способная объединить все полисы в единую страну, которая называлась Хорезм. Вообще Хорезм – это настоящий кладезь интересных топонимов. Здесь так много всего непривычного уху, как, например, название этого древнего городища, которое появилось здесь еще до нашей эры. Оно называется Гульдурсун, и его название тесно связано с одной легендой. И в целом, ездя по Узбекистану, я постоянно думаю о том, что было бы интересно собрать все легенды о исторических и легендарных местах Узбекистана и объединить их в один большой труд. Согласно легенде, городище Гульдурсун было осаждено, и у его жителей не было шансов на спасение. Но они придумали хитрость. Накормив овец зерном, они отправили их к врагам, чтобы те подумали, что в городе много припасов, и сняли осаду. План почти удался, но девушка Гульдурсун рассказала врагам о плане, и он провалился. Внутри крепости при археологических раскопках найдено большое количество античной и средневековой керамики, бронзовых поделок и украшений, античных и средневековых монет. Судя по находкам монет, можно определить, что последний период обживания памятника относится к 1220 году, то есть ко времени правления Мухаммада Хоризм Шаха II и моменту нашествия монгольских войск в Хоризм. Так что вполне возможно, что легенда имеет под собой реальную историю, ведь город действительно был разрушен. С одной из сторон крепость Гульдурсун начали восстанавливать, и это очень интересно и обычно, потому что ощущение просто невероятное, как будто на машине времени попал в Средневековье и в настоящую крепость. Чаще всего древние города имели прямоугольную форму и были достаточно компактными. Также оказалось и в первом городище, который исследовал Саид. Его площадь оказалась равна 6,5 гектарам, а форма городища была почти квадратной, с пятиметровыми стенами, растянувшимися на целый километр. Но впереди было еще много локаций, которые предстояло исследовать, так что Саид отправился дальше и вскоре прибыл к руинам гораздо более масштабного города. Считается, что Топрак-Кала была древней харизмийской столицей в эпоху античности. И именно здесь, две тысячи лет назад, была главная резиденция харизм-шахов. Столица харизма не всегда была в Хиве. И можно сказать, что Хива – это относительно новый город. Раньше столица была в Ургенче и Куня-Ургенче. Достоверной информации о том, где находилась столица до Куня-Ургенче, нет. Но размеры городища подсказывают, что, возможно, в этом месте располагалось самое большое и сильное племя с собственной армией и правителем. Во время раскопок Топрак-Калы был обнаружен огромный дворец, в котором было 150 разных залов и помещений, очень богато украшенных монументальной живописью и скульптурой. А сам дворец был очень грандиозным и возвышался аж на 40 метров. Встретить руины целого дворца, датируемого временами до нашей эры, это большая редкость. Ведь дворцы строили лишь такие народы и цивилизации, которые в течение длительного времени могли стабильно развиваться, создавая очаги древней культуры и искусства. Так что руины древнего города Топрак-Кала – это уникальное место. Весь архитектурный комплекс Топрак-Кала включал в себя несколько дворцов и огромный город, полный различных строений. Но время совершенно не пощадило древнюю столицу Хорезма. Исследуя руины древнего дворца, Саид был поражен сложностью его архитектуры и масштабами строений и стен. Топрак-Кала оказалась просто огромной, и периметр стен составлял 2 километра. При этом интересной особенностью архитектурного решения в Топрак-Кале было то, что дворец был построен на естественном возвышении, и для жителей этого древнего города он словно парил в небесах. Слово Топрак переводится с каракалпакского как земля, а словосочетание Топрак-Кала означает крепость, покрытая землей. И само собой это было уже название руинов, но ни в коем случае не название той самой древней столицы Хорезмы. Осмотрев руины древнего города-государства, Саид отправился в Хиву, которая до сих пор является местом притяжения для огромного количества внутренних и иностранных туристов, а также местом концентрации науки и культуры региона. Это путешествие я решил посвятить изучению различных страниц истории Узбекистана. И хотя некоторые факты широко известны, в этом погружении в прошлое будет и не совсем известная информация. В современной Хиве, которая выглядит так, словно это какая-то декорация к фильму по мотивам восточных сказок, проживает около 100 тысяч жителей. Но несмотря на свои скромные размеры, ежегодно город принимает несколько миллионов туристов. Название города происходит от слова Хейвах, означающее вкусная вода. И это неудивительно, ведь для того, чтобы попасть в Хиву, нужно было пройти через пустыню. И каждый путник, оказывавшийся здесь, очень радовался тому, что он может выпить воду из одного из многочисленных колодцев, разбросанных по территории всей Хивы. Официально статус города-заповедника Старая Хива получила в 1968 году. И границами Старой Хивы являются возведенные на протяжении столетий крепостные сооружения. Средневековые дворцы, мечети и медресе, мавзолеи и минореты, караван-сараи и бани в совокупности представляют собой уникальный город-памятник. Самым известным историческим объектом Хивы являются комплексы Чан-Кала. Это окруженный массивными стенами внутренний город, в котором сосредоточено огромное количество памятников. Но мало кто знает, что в Хиве был и внешний город, который назывался Дишан-Кала. А самое интересное, что этот город очевидно был намного больше, но от него сохранились фрагменты. И именно к одному из сохранившихся объектов внешнего города я сейчас и направляюсь. Редко где в Узбекистане можно увидеть то, как были устроены традиционные средневековые восточные города. Ихива, словно учебник средневекового зодчества, раскрывает каждому своему гостю то, что раньше в каждом крупном городе существовало разделение на три обособленные части. Цитадель, внутренний город, который чаще всего назывался Шахристан, и внешний город, который чаще всего назывался Рабат. Внешние стены города отличаются от внутренних, но в любом случае они были очень надежными и защищали город от набегов туркменских племен. Именно внутри стен Дишан-Калы проживала большая часть населения Хивы. И по сохранившимся источникам, начиная с 10 века нашей эры, именно в той части города был центр экономической жизни. Я измерил протяженность стен внешнего города, и это 6 километров стены. А площадь Дишан-Калы превышает 220 гектаров. Создателем защитной стены Дишан-Калы является правитель Хивинского ханства Алла Кулихан, который приказал возвести внешний оборонительный вал в 1842 году. В той стройке, длившейся 3 года, приняло участие все население города. Ведь по приказу хана каждый гражданин ханства должен был совершенно бесплатно отработать 12 дней на стройке стены. Стены внешнего города имели 10 ворот, а во внутренний город до сих пор можно попасть через 4 входа. 10 ворот Дишан-Калы имели разные названия, которые были основаны на именах близлежащих сел. И хотя на современной карте Хорезма нет таких топонимов, как Пишканык, Ангарык, Шехлар, Ташьяк, Гай-Дан-Лар и Гандимьян, имена ворот рассказывают нам о том, какие названия были усилений Хивинского ханства. Периметр стен внутреннего города Ичан-Калы составляет 2 километра, а площадь Ичан-Калы превышает 28 гектаров. И эта площадь наполнена миноретами, мечетями, дворцами и мавзолеями. Оборонительные валы как внутреннего, так и внешнего городов выполнены из самана, специального кирпича размером 40 на 40 на 10 сантиметров. Стены строились с целью обороны, и поэтому через определенный промежуток в стенах возводились башни, которые были нужны для стрибы по врагу во время осады. Наверное, ни один из других городов Узбекистана не защищен и не укреплен настолько сильно разными крепостными стенами и фортификационными сооружениями. И это неспроста. Столица древнего Хорезма очень много раз подвергалась нападениям и попыткам завоевания, последней из которых была всего лишь 100 лет назад в 20-х годах 20-го века. История Хивы и древнего Хорезма полна борьбы, и не всегда это была борьба с завоевателями. Бурное развитие города началось после 1598 года, когда река Амудыря в очередной раз изменила свое русло, оставив без водных ресурсов древнюю столицу Хорезма Ургенч. Именно это природное явление стало причиной переноса столицы государства в Хиву, и город обрел свой статус именно благодаря капризам природы. Большинство архитектурных памятников Хивы сосредоточено в Ичан-Кале, которое является как бы городом в городе. И то, что здесь можно увидеть, это просто настоящая восточная цитадель. Каждое путешествие по Хиве начинается с осмотра цитадели, которая называется Куня-Арк. В хивинском ханстве под термином арк понимали дворец властвующего хана, который включал в себя его приемную и комнату для аудиенции. Но после того, как в Хиве был построен дворцовый комплекс Тошхоуле, прежний ханский дворец стал называться Куня-Арк или Старый дворец. Хорезм – это удивительное, легендарное, полумифическое, полуреальное государство с невероятной историей. Представьте себе, в VI веке до н.э. харизмийцы воевали с Ахименицкой империей во главе с Киром II. И после того, как харизм стал частью Персии, харизмийцы воевали в армии Ксеркса I в войне против Спарты и других греческих полюсов. После присоединения древнего харизма к империи Ахименидов упоминание о нем можно встретить в Вихистунской надписи Дария I и в истории Геродота. Став важной частью империи, харизмийцы не только участвовали в военных конфликтах, но и принимали участие в строительстве Персеполя, столицы Ахименидской империи. Но харизмийцы всегда считались отдельным народом. И уже в конце V века до н.э. харизм смог обрести независимость от Ахименидов. Большинство регионов Узбекистана имеют следы греко-бактрийского этапа истории, когда большая часть государств Центральной Азии и Ближнего Востока были завоеваны войсками Александра Македонского. Но харизм в этом отношении был уникальным государством, которое находилось на пути завоевания Александра Македонского, но не было завоевано этим полководцем. Историческим моментом жизни древнего харизма, о котором сейчас мало кто помнит, стал 328 год до н.э. Тогда, во время похода Александра Македонского в Азию, правитель древнего харизма по имени Фарасман пришел в Бактрию, в лагерь-стоянку Александра Великого и заключил с ним союз. В тот момент в отряде Фарасмана было всего полторы тысячи всадников. А армия Александра насчитывала около 10 тысяч всадников и 40 тысяч пехотинцев. Хотя в современном Узбекистане харизм – это лишь название области, но на самом деле именно через государство харизм можно проследить почти трехтысячелетнюю эволюцию государства, располагавшегося и располагающегося до сих пор в междуречии между Амударьей и Сардарьей и являющегося моей родиной. Расположенный в центре материка регион был вынужден участвовать во всех значимых военных походах сверхдержав прошлого. Но вне зависимости от влияния древний харизм на протяжении полутора тысячелетий старался сохранять свою культуру, искусство и архитектуру. Став крупным, сильным и влиятельным государством, в нашей эре харизму уже ни разу не удалось остаться в стороне от мировых войн и империй. И на разных зданиях в Хиве отпечатки разных эпох. Но все же древний харизм не выстоял в битве со временем и глобальными империями. А уничтожение оригинальной культуры, письменности, архитектуры и науки древнего харизма проходило в два этапа, первый из которых начался в седьмом веке нашей эры, во времена арабского завоевания Средней Азии. Исламизация харизма произошла в восьмом веке нашей эры. И даже сейчас, в двадцать первом веке, на многих старых зданиях можно увидеть сохранившиеся с тех пор следы. Ведь многие надписи до сих пор на арабском языке. Осмотрев цитадель Куня-Арк, Саид отправился к зданию, в котором на протяжении многих лет было расположено самое крупное учебное заведение во всем регионе. Я измерил все самые крупнейшие медресе Узбекистана и выяснил, что именно это огромное медресе Мухаммеда Аминхана является самым большим медресе в Узбекистане. Оно больше, чем медресе Мириара в Бухаре и больше, чем медресе Шердорф в Самарканде. Развитие науки и искусства всегда было в фокусе внимания правителей древнего харизма. И результатом этого является то, что многие имена харизмийских деятелей науки и искусства увековечены в истории не только Центральной Азии, но и всего мира. Это просто удивительно, какой энергетикой наполнены такие места. И на самом деле сейчас любой желающий может впитать в себя эту энергию, потому что медресе уже много лет является гостиницей, а кельи превращены в номера. Осмотрев комнаты и двор бывшего медресе, Саид решил изучить самую главную достопримечательность хивинского комплекса Ичанкала – короткую башню, которая носит имя Кяльта-минор. Благодаря своей оригинальности этот минорет стал настоящим символом Хивы, как единственный в мире минорет, полностью покрытый глазурированной плиткой и майоликой. Башня Кяльта-минор стала ярким туристическим объектом вследствие нестандартного решения, принятого десятым правителем Хивинского ханства из династии кунгратов Саид-Мухаммад-ханом, пришедшим к власти в 1856 году. Имея форму усеченного конуса, строение не является ни башней, ни зданием в классическом понимании, но изначальная идея была совершенно иной. Этот минорет был задуман правителем Мухаммад-Амин-ханом как самый большой и высокий в мусульманском мире. По его плану, высота минорета должна была составить 80 метров, а его диаметр у основания должен был составить 14 метров. Очень амбициозный проект, который показывает, насколько высоким было развитие государства Хорезм в середине 19 века. Ведь строительство этого минорета началось в 1852 году и до нынешнего состояния его построили всего за три года, когда в 1855 году строительство было неожиданно остановлено и этому минорету и этому проекту так никогда и не суждено было закончиться. Изучая материалы о минорете, Саид заметил противоречивость данных о высоте башни и, заинтересовавшись установлением точных фактических данных, он принял решение провести собственные физические измерения, находясь в непосредственной близости к башне. я решил измерить высоту минорета кальта минор. У меня с собой рулетка и благодаря ей я смогу узнать точную цифру, на сколько метров вверх возносятся башни этого легендарного минорета. Я все измерил и мои измерения подтвердили ту информацию, которая есть в путеводителях и на сайтах турфирм. Высота этого минорета действительно составляет 29 метров, а если мерить от дороги, то это все 30 метров. Благодаря сохранившимся зданиям, дворцам и крепостным стенам, Хива является необычным и самобытным городом Узбекистана. Но и у этой уникальности есть целый ряд причин. И первая из них заключается в свободолюбии харизмийцев и их нежелании становиться отдаленной провинцией какой-либо страны. Мне кажется, что стойкость и свободолюбие харизмийцев настолько удивительны, что это следует изучать отдельно. Ведь чего стоит хотя бы тот факт, что одним из немногих государств, давших отпор нашествию Чингисхана, было именно государство харизм. Постоянно подвергаясь нашествиям со стороны соседних государств, в середине XVIII века Хива была сильно разрушена при нашествии персидского войска Надершаха из династии Афшаридов. Сейчас мало кто помнит, но правитель Афшаридов по имени Надершах всего за пять лет смог создать обширную империю, в которую кроме Ирана и Азербайджана были включены Армения, Грузия, часть Дагестана, Афганистан, Белуджистан, Хивинское ханство, Бухарский Эмират, Северная Индия. И даже город Дели, бывшей столицей империи Великих Моголов, был захвачен и разграблен. Этот мавзолей это один из самых древних архитектурных памятников города Хивы в Узбекистане, который был возведен над могилой известного суфийского шейха Саида Алаудина в начале 14 века. Имеющий два купола мавзолей суфийского шейха Саида Алаудина состоит из усыпальницы с уникальным надгробием и комнаты для молитв, которая была достроена несколькими веками позднее. Современный вид мавзолей приобрел в 19 веке, после того, как он был капитально отремонтирован по распоряжению Алла Кулихана. Если знать, на что именно обращать внимание, то в Хиве можно обнаружить интересные архитектурные объекты, относящиеся не только к 18 и 19 векам, но и к 17 веку. И одной из таких локаций является медресе Араб Мухаммад Хана, которое было построено в 1616 году более 400 лет тому назад. И именно его я сейчас хочу найти и осмотреть. Учитывая компактность Чанкалы, может показаться, что до любого места очень просто добраться. Но особенность городской планировки такова, что он похож на лабиринт. А кроме того, мало где в Узбекистане есть такая обширная пешеходная зона. Как обычно, активно используя карты и навигационные приложения, вскоре Саид пришел к медресе, которое было закрыто на реставрацию. Медресе Араб Мухаммад Хана находится в самом центре Хивы и найти его не составило особой сложности. Но осмотр здания показал, что оно было перестроено в 1838 году и в своем нынешнем состоянии относится к архитектуре 19 века. Прогуливаясь по узким улочкам старой Хивы, Саид осматривал город, целиком выстроенный в одном архитектурном стиле, называющемся исламским архитектурным стилем, который очень просто определить по наличию куполов, минаретов, симметрии, арабеск, мукарнасов и, конечно же, пештаков. Хиве уже больше тысячи лет и, как и у любого крупного города, здесь с самого начала была главная соборная мечеть. И соборной мечети города Хивы тоже больше тысячи лет до сих пор сохранился грандиозный минарет соборной мечети. Сейчас он называется минарет Джума, а высота его составляет 42 метра. Но это, конечно, не тот минарет, который был построен тысячу лет назад. Этот вид он приобрел в 1788 году, после того, как был перестроен заново. К исламской архитектуре относятся как религиозные, так и светские учреждения и здания. Но лучшим вариантом исследования исламской архитектуры является осмотр мечетей. Начиная со средних веков, мечети выполняли как религиозные, так и социальные функции. Ведь часто именно в мечетях происходило обучение студентов, собрание жителей или находился приют для странников и бродяг. По функциям мечети можно разделить на квартальные, которые предназначены для ежедневных молитв и небольших собраний. Соборные, в которых каждые выходные собирается большая паства и имеется имам. На Мазгахе крупно открытые загородные мечети и маленькие мечети при мавзолеях праведников, при медресе и ханаках. Соборная мечеть Хивы или Джума мечеть это до сих пор самая главная мечеть города. И то, как она выглядит, показывает нам, как выглядели мечети, которые строили в 10, 15, 17, 18 веках. Это были одноэтажные строения, которые поддерживались многочисленными колоннами. А здесь аж 213 колонн, каждый из которых содержит какую-то оригинальную резьбу. но из всех этих колонн, конечно, уже нету каких-то колонн от 10 века. Но в целом в Узбекистане еще осталось 15 оригинальных колонн, которые были в самой древней версии этой мечети. Соборная мечеть Хивы. Это уникальное строение, так как она не имеет порталов, куполов, галерей и внутреннего двора. В Узбекистане есть немало мечетей закрытого типа, но большая их часть имеет купольную планировку и лишь в единичном экземпляре сохранились колонны мечети. Здание соборной мечети Хивы было выстроено в форме прямоугольника размером 55 на 46 метров, а общий периметр мечети составляет 202 метра. Осматривая мечеть, я увидел, что все колонны выставлены в ровные линии и между каждой основой от колонны одинаковое расстояние. Я измерил это расстояние и оказалось, что каждая опора находится на одинаковом трехметровом расстоянии друг от друга. Осмотрев соборную мечеть, Саид решил свернуть с основной туристической улицы и углубиться внутрь средневекового города. Но даже там всюду были сотни туристов, еженедельно приезжающих в Хорезумскую область для знакомства со сказочными видами средневековой Хивы. Сейчас обычный воскресный день в Хиве и город полон туристов. Я вот встретил туристов. А вы откуда приехали? Кашкент. А как часто вы приезжаете в Хиву? Ну, в год один раз. А часто много раз приезжаете? Ну, любим путешествовать просто. А еще в Павл-Пекистану? В Павл-Пекистану много. Пара Самаркан. Пара Самаркан? Да. Короче, вот эти три места обязательно. Да, да. Все отлично, хорошо вам погулять. Спасибо, до свидания. До свидания. Путешествовать по узким улочкам Хивы оказалось и познавательным, и интересным. А ориентироваться в пространстве помогали доминирующие над всеми зданиями гигантские минареты. Улица внутреннего города были полны различных кафе, магазинов, ресторанов и гостиниц. Но все эти строения были выдержаны в специфичном среднеазиатском архитектурном стиле. Осмотрев целый ряд мечетей и медресе, своей очередной целью Саид решил сделать очень необычный музей, посвященный первому в истории Узбекистана фотографу и кинооператору. Мало кто знает, но именно в Хорезме появился узбекский кинематограф. Когда в начале 20 века харизмиец по имени Ходейберган Диванов отправился в Россию, обучился сначала фото мастерству, а затем и киноискусству. И вернувшись в Хорезм, в 1908 году снял первый в Узбекистане фильм. Это был документальный сюжет о выезде с Фандиархана с сыном на прогулку. Ходейберген Диванов на несколько десятков лет обогнал свое время и смог зафиксировать на пленку целый пласт истории Хорезма. Но, к сожалению, у него не было съемочной группы и достаточного количества кинопленки, чтобы он имел возможность снимать художественные фильмы. На сегодняшний день сохранились лишь несколько из его документальных фильмов, такие как «Памятники архитектуры нашего края» 1913 года и «Виды Туркестана» 1916 года. Благодаря фото и кинопроизведениям Ходейбергена Диванова до нас дошли изображения того, как выглядела жизнь в Хевинском ханстве и как выглядели правители и обычные люди. В начале 20 века достать кино и фото принадлежности было очень нелегко и дорого. И Ходейберген Диванов пользовался поддержкой правителя Асфандиархана и визиря Исламхаджи. И, к сожалению, новаторство и приближенность к первым лицам государства сыграло трагическую роль в жизни Диванова. После смены политического режима в 1937 году Ходейберген Диванов был репрессирован, а 5 сентября 1938 года был вынесен приговор о расстреле, приведенный в исполнение в полночь 4 октября 1938 года в одном из секретных полигонов НКВД на месте нынешнего Юнособадского района Ташкента. За время своей деятельности Ходейберген Диванов снимал на фото и видеокамеру очень много всего. И это были и мечети, и медресе, и городская жизнь, и люди, и больницы, и транспорт, и развитие города. И именно благодаря его трудам и творчеству жители других стран мира смогли познакомиться с самопытной и очень богатой культурой древнего Хорезма. Продолжив исследование Хивы, Саид заглянул в путеводитель и оказалось, что в непосредственной близости было около сотни интересных локаций. Но одна из них была связана с правителем Хорезма Алла Кулиханом и отличалась очень внушительными размерами. Стоит всего лишь немного свернуть с основной туристической улицы и попадаешь в какой-то настоящий средневековый лабиринт. И даже мостовая здесь хранит следы средневековых повозок. Алла Кулихан был правителем Хорезма с 1825 по 1842 год. Но интересным фактом его биографии является возраст, в котором он пришел к власти. В 1825 году Алла Кулихану был всего 31 год и весь период его 17-летнего правления характеризуется сильной центральной властью, успешной международной политикой и прогрессом в торговле с Россией. Наиболее выдающимся архитектурным объектом XIX века, построенным по приказу Алла Кулихана, является дворец Ташхавли, название которого можно перевести как каменный двор. Так интересно, что в Хиве, в отличие от многих других городов Узбекистана, у которых тоже есть древняя история, в отличном состоянии сохранились дворцы, принадлежавшие правителям. Это Ташхавли, бывший дворец, который построил Алла Кулихан. Это Хивинский хан, который правил здесь во второй половине XIX века. И самое интересное, что в комнатах до сих пор находятся интерьерные вещи с XIX века, и такое ощущение, как будто время здесь просто заморозилось. Для сохранения архитектурного памятника периодически в нем проводятся небольшие реставрационные работы, благодаря которым удалось сохранить своеобразие дворца, и он по праву может считаться музеем Хивинской архитектуры XIX века. Дворец имеет неправильную квадратную форму со стороной в 80 метров и разделен на три части. Дворец настолько большой, в нем больше сотни различных комнат и помещений, и одна из частей посвящена самому хану, и на таком возвышении была его приемная, стоял трон, и он мог выслушивать своих визирей, министров, вообще обращающихся к нему людей, а в этих трех дверях были различные переговорные и в том числе был Верховный суд, потому что сам главный суд вершил именно хан. Приемный двор правителя или арсхоле был наиболее официальным помещением дворца, а его планировка и общая композиция повторяют приемный двор в Куня-арке. Средняя часть двора занята возвышением для юрты. В южной стороне двора открывается Айван с тремя дверьми. Вдоль других стен двора на нижнем этаже находятся закрытые комнатки, а на втором этаже находится веранда и комнатки служебного назначения. Все стены двора и большой веранды облицованы хивинскими изразцами. Наверное, одной из наиболее хорошо сохранившихся частей этого дворца является гостевой зал или михмон хана, как сейчас бы перевели просто гостиница, в которой останавливались личные гости и официально прибывшие в страну послы. Здесь много и зимних комнат, и летних айванов, и юрт, так что этот зал выполнял свою функцию в течение около 50-60 лет. Вторая часть дворца Ташхавли, в которую Саид прошел из приемных двора, представляла собой квадратную площадку, застроенную по периметру комнатами и верандами. Стены были украшены майоликой, а по углам выселись маленькие башни. В декоративные отделки двора были применены самые сложные орнаментальные мотивы. Местами сохранилась великолепная резьба по ганчу. Стены двора были отделаны фигурными нишами, а общая композиция с резьбой по мрамору, медными ажурными решетками, плитками и башенками все было подчинено стремлению предельно насытить двор рельефными деталями, яркими узорами и создать ощущение изысканности и богатства. В оформлении этого дворца в основном преобладают три цвета. Это синий, бирюзовый и белый цвет. И считается, что все это сочетание очень сильно успокаивает и умиротворяет человека и настраивает его на более позитивный и счастливый лад. Осмотрев гостевую часть дворца, Саид отправился в последнюю, третью часть дворца Ташхавле, в которой правитель проводил все свое свободное от государственных дел время. Жилая часть дворца занимала больше половины территории и это неудивительно, ведь молодой энергичный правитель решил собрать вокруг себя десятки самых красивых женщин страны. Я нахожусь в историческом месте. Когда-то здесь находился настоящий гарем Хивинского хана. У него было четыре жены, для каждой из которых была отдельная квартира. А на противоположной стороне гарема находился огромный многокомнатный такой хостел, в котором в каждой комнате из которого жило по шесть-семь наложниц. А в общей сумме у Хивинского хана было больше сорока наложниц и четыре жены. Но самое интересное, что у каждой из этих наложниц была возможность или шанс стать женой. Ну а то, как жил сам хан, мы сейчас увидим, зайдя в его апартаменты. Личные покои хана оказались достаточно скромными, но в них был отдельный санузел и прямые коридоры в квартиры жен. Алла-Кулихан был не только прогрессивным правителем, но и успешным полководцем, часто совершающим завоевательные походы. Во время одного из таких походов в 1842 году Алла-Кулихан умер в возрасте 48 лет, а власть в государстве перешла к его сыновьям. Сначала три года правил Рахим-Кулихан, но он умер молодым и после него 10 лет провел его младший брат Мухаммад Амин хан, который начал строительство башни Кяльта Минор. Время правления каждого из ханов не бесконечно и наступил момент, когда Алла-Кулихан перестал быть правителем Хивы. И хотя на его смену пришел другой человек, в этой части дворца называемой Гарем осталась жить семья Алла-Кулихана и прожила здесь еще очень много лет. Двор и внутренние помещения любого Гарема это особо охраняемый объект, в котором невозможно было оказаться случайному человеку. И наверное этим можно объяснить то, в каком отличном состоянии находится двор даже спустя век, после выселения из него последних обитателей. это просто невероятно то, что в таком маленьком и компактном городе такое огромное количество медресе. Их тут не меньше тридцати. И это показывает то, насколько высоко в Хорезме ценился ум. И объясняет то огромное количество выдающихся ученых, которые родились и трудились в Хорезме. Внутри территории внутреннего и внешнего городов находятся более 30 медресе, которые были возведены в разные периоды истории, но большинство из сохранившихся медресе были построены в 19 веке. Сохраняя свой исторический облик, Хива остается городом, полным памятников архитектуры, но лишенным мемориальных памятников, посвященных выдающимся харизмийцам. Одним из таких выдающихся ученых является Абу Абдулла Мухаммад Ибн Мусо Аль Харизми. Его имя известно всему миру как основоположника алгебры. Кроме того, его имя стало нарицательным и известно любому инженеру слово алгоритм является латинской адаптацией слова Аль Харизми. Другим харизмийцам известным всему мусульманскому миру является Нажмеддин Кубра Аль Харизми, который жил в 12 веке и был автором многочисленных философских и богословских трактатов, а также основателем суфийского течения Кубравея. Отдохнув и пообедав, Саид отправился к главной башне, возвышающейся над всем городом. Когда Хивинское ханство находилось уже в периоде заката и до конца существования этого государства было не больше 20 лет, правитель решил построить что-то грандиозное. И была построена огромное мидресе и минарет, который назвали Ислам Хаджи. С высотой в 56,6 метра этот минарет до сих пор является самым высоким в Узбекистане, а само здание так и остается самым высоким зданием Хивы. В начале 20 века Ислам Хаджи был вторым человеком в государстве и одним из самых молодых премьер-министров в истории ханства. Он был назначен на этот пост в 1907 году в возрасте 35 лет в период правления Мухаммад Рахимхана Второго, который правил дольше всех других хивинских ханов. После 46 лет во главе страны в 1910 году Мухаммад Рахимхан Второй умер и на троне воцарился его сын Асфандиар Хан. И яркий, прогрессивный и умный премьер-министр Ислам Хаджа стал слишком популярным среди населения ханства. В итоге всего три года спустя в 1913 году на Ислам Хаджу было совершено покушение. На него напали несколько человек и нанесли ему смертельные ножевые ранения. И в тот же день был застрелен его сын Абдусалам Хаджа. В каждом древнем городе Узбекистана есть свой некрополь. Некрополь это такое место, где хоронили правителей. И это место всегда очень красивое и грандиозное. Так вот, в Хиве такое место тоже есть, и оно находится в центре Ичан-Калы и называется Мавзолей Пахлавана Махмуда. И хотя название подсказывает, как будто бы это Мавзолей одного человека, на самом деле именно здесь хоронили хивинских ханов. Реальный Пахлаван Махмуд жил в XIII веке. И по легенде он был местным поэтом из простых ремесленников, прославившимся, а также богатырской силой непобедимого борца и способностью к исцелению людей. После его смерти его могила стала считаться священным местом, и к ней совершали и совершают паломничества узбеки, туркмены, каракалпаки и представители других народов. В результате спустя века над могилой появился грандиозный мавзолей и некрополь правителей, одним из которых является уже известный нам Алла Кулихан. Российская империя предприняла целый ряд попыток завоевания харизма. И если в 1717 и в 1839 году харизмийцам удалось дать отпор и отстоять свою независимость, то в 1873 году харизмийцы потерпели поражение от армии генерала Кауфмана. И с того года харизмское государство уже никогда не было независимым. Мирный договор, подписанный 12 августа 1873 года, определил статус ханства как российский протекторат. Хан объявил себя покорным слугой российского императора и все земли ханства по правому берегу Амударьи отошли к России. Но несмотря на поражение в войне и потерю независимости, правителем харизма так и остался Мухаммад Рахимхан II. И в следующие 45 лет Россия вмешивалась во внутреннюю жизнь ханства лишь для того, чтобы подавить несколько туркменских мятежей. на современной карте харизма не существует в прежних очертаниях, а крупнейшие города были разделены между Узбекистаном и Туркменистаном. И этому есть простейшее объяснение. В начале XX века, когда в России произошла революция и царь потерял власть, в харизме также произошла революция. Судьба последнего хивинского правителя незавидна. В 1918 году Асфандиархан был убит в ходе государственного переворота прямо в своем дворце. А на престол был возведен его брат Саид Абдуллахан, который был марионеточным ханом. А реальным правителем хивинского ханства с 1918 по 1920 годы был предводитель туркменского племени Йомудов по имени Мухаммед Курбан, которого все называли Джунаид хан. Бывший разбойник в 1918 году был назначен командующим вооруженными силами ханства и, получив контроль над армией, захватил власть и стал одним из руководителей басмаческого движения в Хорезме и Туркмении. На этом завершилась экспедиция путешественника и исследователя Саида Тулягянова по хиве, в которую он погрузился в особенный мир средневекового ханства. Всего за несколько дней перед Саидом открылась очень сложная, полная борьбы, переворотов и предательств судьба древнего Хорезма, который был способен победить монголов, не был завоеван македонским и дольше всех противостоял Российской империи. Но завершение этого путешествия стало началом новой экспедиции по Каракалпакстану, в котором будут древние крепости, храмы, разрушенные города, заповедники, плавание по Амударье и одиночное плавание с западного берега Аральского моря до восточного побережья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok